К нам присоединяется Ольга Романова, директор фонда «Россидящая». Доброе утро, Ольга Евгеньевна. Приветствую. Доброе утро, доброе утро. Хотелось бы отметить историю Навального, поскольку тело матери выдали наконец-то. Но как вы считаете, после таких стольких дней и шантажа его матери, что тело не выдадут, чтобы тихо похороны прошли, как считаете, помешает ли сейчас власти провести похороны так, как хочет его семья? А вот, по вашему мнению? Понимаете, дело в том, что если похоронам этим не мешать, они выльются в 100-200-300-тысячный митинг и шествие. Конечно, этого власти допустить не могут. Я уверена, что будут мешать, закроют транспорт, будут как-то еще шантажировать. И еще придумывают массу-массу-массу способов, лишь бы помешать открытым нормальным похоронам. Конечно, они будут делать все для этого. И тут буквально уточнение. Санкции тоже ввели и по отношению к тем людям, которые в этой тюрьме находились, и как они относились к Навальным, и не выдавали тело. Это точечные санкции. Насколько они нужны, как по вашему мнению, этим работникам, скажем так, это один момент. И стоит ли вообще, ну я не знаю, обращаться в суд из-за того, что по закону это тело должны были выдать раньше, нежели вот с такими затягиваниями, очевидно, наверное, скрывая из, не знаю, убийства, что ли. Ну что-то наверняка скрывали, поэтому не выдавали вовремя. Ну я думаю, что мы скоро узнаем, что они скрывали, поскольку мы, слава тебе Господи, не совсем в XVI веке живем, а все-таки кое-где у нас в России не XVI век. Поэтому надеемся, что все-таки мы будем знать какую-то большую часть правды. Что касается санкций, это вы знаете, конечно, выглядит смешно, что Великобритания ввела санкции против начальника колонии. Но это так смешно, на самом деле, только выглядит. Я очень хорошо помню первые санкции по списку Магнитского. Сергей Магнитский, юрист, который погиб в тюрьме в 2009 году, и были введены санкции американским конгрессом против русских тюремщиков, русских врачей и фельдшеров, которые там работали, судей, прокуроров и так далее. С тех пор прошло, собственно, почти 20 лет. Почти 20 лет, и мы знаем, за эти годы совершенно точно знаем, что очень многие фигуранты этого списка пытались из него выбраться. В том числе фельдшеры, в том числе судьи, в том числе много-много кто. В общем, трудно поверить, что у тремного врача есть какие-то интересы за границей. Оказывается, есть. Оказывается, есть. И многие обращались и к матери Сергея Магнитского, и к его вдове, и к тете, и к журналистке Зое Световой, которая вела это дело как журналист. Поэтому мы тут не можем предугадать. Сейчас это кажется смешным, а потом окажется, что нет. Ольга Евгеньевна, вот как бы вы ответили на вопрос, ну, по сути, вот мы говорим о смерти Алексея Навального, но мы же понимаем, что это, ну, по сути, убийство. Да, вот что Путин, да, что Путин этим вот пытался как-то вот показать? Потому что, как мы понимаем, без его личной указки этого произойти, ну, наверное, не могло бы. Конечно, это не то, что его личная указка, это его личный враг. И тут нет никаких сомнений в том, кто убил Навального. Конечно, Путин. Здесь не может быть никаких других версий. Что касается причин, я думаю, что причина, конечно, главные выборы. Очень, Алексей Навальный из тюрьмы на них влиял гораздо больше, чем Путин со своим циклом и Кремлем вместе взятых на этот же процесс. И это, во-первых. Во-вторых, конечно, враг, которого не добили. Три года назад Путин, тоже же Путин отдал приказ о его убийстве. Дело не доделано. Нехорошо, да. Вот сейчас он доволен, что, наверное, дело сделано. Ну, и в-третьих, мы с вами в ближайшее время узнаем все это совершенно точно, потому что и команда Навального, и его вдова Юлия Навального, они анонсировали, что в ближайшее время расскажут нам и о причинах, и, собственно, подробности об убийстве Алексея. И судя по тому, как это было сделано в свое время после отравления Алексея Навального, мы, я думаю, узнаем все-все подробности. — А, Ольга Евгеньевна, вы считаете, что вот как раз перед выборами он на это и пошел, да? Ну, это, как бы, знаете, наоборот, как бы говорил обо том, что не стоило бы будоражить умы россиян, которые думают иначе, чем официальная политика Кремля, или те кураторы, которые, давайте, сверху вбрасывают позиции, которые должны придерживаться все россияне. — Ну, будем откровенны, таких россиян не очень много. — Да. — Чье мнение интересует в каком-то там весомом, да, весомом соотношении. Ну, и результаты выборов, да, Путин рисует, конечно, как хочет. — Естественно. — То же самое же с похоронами. Ну и что выйдет 100 тысяч человек на улице похоронить Навального? И что от этого отменит выбор, от этого потеряется Путин? Он просто не должен этого допускать, да? Он не может этого допустить, а не потому, что от этого рухнет его рейтинг, рухнет его власть, потому что это враг. У него и так сейчас очень серьезно пошатнулся баланс. И баланс пошатнулся явно не так, как он рассчитывал. Он человек мизогинный, он человек все-таки не ставящий ни во что, женский фактор, например, и так далее. Он, конечно, не ожидал, я уверена, что он не ожидал, что на место Навального станет его вдова Юлия. А бороться с сильной женщиной, с популярной женщиной, он, конечно, не привык. Я не думаю, что он предполагал такое развитие событий. И теперь баланс очень серьезно нарушился. И нарушился снова не в его пользу. Он снова ошибся, снова проиграл, снова промахнулся. И, конечно, это его будет злить. Ольга, а вообще о судьбе тех, кто находится под годами, сроки большие, как Навальному, как Мурзея тоже, о их судьбе. Вот как вы относитесь к версии того, что Навального хотели обменять на российского агента в Германии? Об этом пишет издание «Бильд». Идет речь об возможном обмене оппозиционера Алексея Навального на российского киллера Вадима Красикова. И понимая, насколько Навальный может нести какие риски для политики Кремля, для политики Путина, тем более в преддверии так называемых выборов, они решили и как бы ускорить, скажем так, смерть Навального, чтобы сорвать этот обмен. И также есть информация о том, ну, по крайней мере, главный редактор РТ Маргарита Симонян предложила такой себе тоже так называемый обмен. Владимира Карамурзу предложили обменять на основателя Рекеликса Джулиана Асанджа. Как вы считаете, что-то Карамурзе, возможно, тоже угрожает его жизни? Потому что понимаем, что личность его тоже может угрожать политике Кремля. Владимир Карамурзу с самого начала находится в условиях смертельной опасности, поскольку это человек, который дважды прошел через отравление новичком. И его заболевание, которое сейчас с ним есть, и которое не вылечить, потому что это уже, так сказать, приобретенное после отравления новичком, нейропатия, да, она входит в списки заболеваний, которые препятствуют вообще отбыванию наказания в тюрьмных условиях. Тем не менее, тем не менее, находится там, и никто не собирается его отпускать. Конечно, он находится в самой большой опасности. В самой большой, и я бы действительно очень сильно переживала за его здоровье, за его жизнь, самое главное, за жизнь Владимира Карамурзы, прежде всего, и других политзаключенных тоже. Что касается обмена, то мы недавно с вами слышали на этой неделе, что парламент Великобритании отказался категорически обсуждать тему обмена их гражданина, а Владимир Карамурза имеет второй паспорт, это британский паспорт, отказался обсуждать обмен, несмотря на то, что, как выяснилось, у них есть российские шпионы в застенках. Тем не менее, обсуждается, идет разговор о том, чтобы обменять политзаключенных на Асаджа, но я не слышала, чтобы об этом вышли какие-то переговоры. Да, конечно, переговоры такие идут тайно, но Владимир Путин и вообще российская сторона не очень-то показывают, что вообще нужен Асадж. Зачем? Когда-то он был интересен, сейчас нет. Хотя кто знает. Что касается Красикова, который находится в Германии, осужден Пожизина, немецкие власти дали понять довольно давно, и на этом они настаивают, что они никого не отдадут, потому что немецкие власти считают, что если отдать одного диверсанта, завтра приедет на его место 10 диверсантов. И они сказали, что не будут участвовать в никаких переговорах, и Красикова не отдадут в обмен ни на кого. Но при этом, если учесть, что обмен сейчас двигает больше всего американская сторона, американская сторона будет менять, прежде всего, американских граждан. Их трое сейчас сидит. Четвертая появилась сейчас, вот, Свердловская, молодая женщина из Лос-Анджелеса. А так их вот трое. Американский журналист, американский спецназовец, еще одна американская журналистка с Радио Свобода из Праги. И вот сейчас еще добавилась девушка из Лос-Анджелеса, которая была арестована за донат 50 долларов в пользу ВСУ. — Скажите, Ольга Евгеньевна, вот мы вспомнили убийство Алексея Навального, и вот мне вспомнилась определенная позиция, которую он озвучивал, да, и через своих коллег, и через представителей ФБК, да, вот, как можно противодействовать этой системе? Мы помним и расследование, да, вот эти все дворцы, всех Сеченых, Медведевых, Уточки и так далее, и так далее. Да, и это, наверное, как-то влияло на российских граждан, хотя к особым каким-то протестам или активизации, да, каких-то действий, да, не приводило все-таки. Тут мы говорим о позиции, там, Алексея Навального, ФБК, по поводу, вот, было умное голосование, а тут протестное голосование, когда вот призывали пройти там в полдень, да, если не ошибаюсь, там, 15-го, 17-го, когда будут проходить так называемые выборы, но вот с так называемым протестом, я это так назву, с вашего позволения. Как вы считаете, вот сейчас все сторонники Алексея Навального, все люди, которые так или иначе как-то могут быть оппозиционно настроены к фашистскому, кремлевскому, путинскому режиму, могут ли они как-то проявить свою активность на этих так называемых выборах? Я не знаю, проигнорировав, испортив буллетени, да, а не наоборот, не создавая ту картинку, которую необходимо показать всему миру, пропагандистами Путина, что вот смотрите, я легитимен, я имею большую поддержку со стороны своих граждан. Ну, вы знаете, мне кажется, что люди, которые живут внутри России, которым сегодня нельзя возлагать цветы к памятникам и нельзя заказывать молитвы в храмах, им очень трудно давать советы, да невозможно, да, то есть они действительно существуют в условиях, которые трудно себе представить, просто вообразить. Поэтому, как им протестовать, я думаю, тут каждый из них решает сам по мере своей опасности и вообще восприятия этой опасности. А россияне, которые находятся в безопасности, собственно, за рубежом, самый лучший способ протестовать Путину – это донатить Украине, донатить ВСУ. Ну, самый действенный и самый лучший способ, потому что именно Украина сейчас сражается с режимом Путина. Вот Ольга Евгеньевна, знаете, как говорится, перефразируя фразу «ваши бы слова, да, определенным оппозиционерам в уши». Да, потому что я себя ловлю на мысли, что я понимаю акценты, которые делает оппозиция в экзиле. Да, но когда ты слышишь от явных таких ярких представителей российской оппозиции то, как Путин борется со своим народом, что было, по-моему, да, в одном из последних отчетов на уровне ООН представленных, да, человека, который занимается в целом, да, ну, анализом того, чем сейчас занимается режим Путина, да, в области прав человека и так далее, и так далее. И вот Путин борется со своим народом. Окей, но... Часто себя ловишь на мысли ни одного слова про Украину и никаких призывов поддерживать наше государство, поскольку сейчас именно вооруженные силы Украины и наше государство является главным оппозиционером этому режиму. Ребята, ну, грубо говоря, я извиняюсь, конечно, так оно и происходит. Да, тогда вот было бы хорошо слышать больше заявлений в поддержку вооруженных сил Украины и сил обороны, которые сейчас и занимаются, как раз защищая весь цивилизованный мир, даже той оппозиции Российской Федерации, которая сейчас пребывает за границей, да, самой РФ. Именно так. Да. Что, давайте, есть у нас время еще на один вопросик, да? Да, я бы хотела еще вот, потому что то, что готовят в Госдуме, это тоже важно обсудить, потому что там заговорили о новом наказании для россиян. На этот раз депутаты требуют наказывать граждан за разводы. Из предложений штраф в 100 тысяч рублей, обязательные работы либо мобилизация. А вот за заключение брака предлагается поощрять, правда, сумма поощрения в разы меньше, ну, 10 тысяч рублей. Даже не знаю, по каким меркам они это все считают. Это все потому, что Путин объявил годом семьи 2024 год и стараются как-то, я не знаю, помочь ему в этой реализации. Насколько интересен этот законопроект, проголосует ли его и вообще о чем это? А это все о том же самом, это все о пушечном мясе. Собственно, почему должна быть традиционная семья, почему все должны жениться, почему не должно быть сексуальных меньшинств? Да, потому что все должны срочно плодиться, размножаться. Потому что Путину нужно пушечное мясо. Когда 15 лет назад он вводил материнский капитал, все это казалось аттракционом неслыханной щедрости. За второго ребенка, за третьего ребенка столько денег. А сейчас эти дети подросли. И эти дети через 2-3 года пойдут уже в окопы. И это, что называется, стратегическое мышление. Рожайте больше. Рожайте больше. Путину нужно пушечное мясо. Почему ходят сейчас по школам эти ветераны СВО и смущают детей? Детсадовцев, недетсадовцев. Да потому что они скоро вырастут. Пройдет 2-3 года, 15-летние уже пойдут в окопы. Мы же слышим Медведева, мы же слышим того же Путина. Он не собирается останавливаться. Он собирается воевать всегда. Всегда. Поэтому все вот эти... Все законопроекты, которые касаются так или иначе взаимоотношений между людьми, они все направлены на то, чтобы люди как можно больше плодились и давали Путину побольше пушечного мяса. Ну, по всей видимости, не получается это все организовать. Потому что если посмотреть на Росстат, согласно предварительным демографическим итогам 2023 года от Росстата, то в России появилось только 1,264,000 новорожденных. Меньше было только в 1999 году, после дефолта числа новорожденных упало до 1,214,000 детей. Ну и минимум масса времен Великой Отечественной войны. Вот как бы Путин развязал войну и ожидал, что повысит рожда. Ну, Наталья, есть прогнозы, которые говорят о том, что к концу этого века население Российской Федерации может сократиться чуть ли не в половину. Берем 140, отнимаем 50%, 60-70%. Нам от этого не грустно. Вот и та политика, которую проводит сейчас. Тут все зависит от успехов в ВСУ. Чем меньше, тем лучше для России. Спасибо вам, Ольга Евгеньевна. Всегда вам рада в эфире телеканала Freedom. Ольга Романова, директор фонда «Руссидящая» была с нами на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.